Рыбаки Могилёва ратуют за спасение городских заток Днепра. По мнению любителей рыбной ловли, эти водоёмы медленно, но уверенно превращаются в болото посреди города. Неравнодушные могилевчане собрали почти полторы тысячи подписей и в виде обращения направили их властям. Подробности в нашем сюжете. Эти затоны Днепра, которые в рыбацких кругах принято называть шмиттовскими, лет 10-15 назад выглядели совсем по-другому, вспоминает Роман Гаюк. Говорит, что в последние годы уровень воды в Днепре всё ниже, входы в речные искусственные заводи совсем заилились, помельчали, стали узкими. Раньше вход был очень широкий, сейчас даже по этому весеннему разливу, плюс 2 метра, здесь можно перейти в сапогах на другую сторону. Летом здесь сухо. То есть фактически летом это замкнутый водоём с плохим кислородным обменом, ну и со всеми вытекающими проблемами. Вытекающие проблемы в итоге приведут только к одному, уверен рыбак. Появлению прямо среди города болот. И дело не только в рыбалке. Зато на виде ещё и самые лучшие места для нереста рыб. Только с каждым годом рыбе всё сложнее заходить сюда. Роман говорит, что река Днепр своими силами не может самостоятельно промывать входы в заводи, чистить их и углублять. В результате кислорода рыбе не хватает. Она боится и не идёт сюда на нерест. Соответственно и возникла идея обратиться к властям города с просьбой помочь, расчистить входа в затоки, для того, чтобы экологическая составляющая этих заток улучшилась. Могилевчане собрали почти полторы тысячи подписей и сбор ввели в рыболовецких магазинах Могилёва. И в виде обращения о помощи расчистить городские днепровские затоны направили их властям. В областполком, горосполком, а также Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и речной порт. Этот рыбак, как выяснилось во время съёмки, также согласен с тем, что проблема есть и тоже оставлял свою подпись. Пойманный и тут же выпущенный окунёк – ещё одно доказательство, что всё не ради улова, а ради любимого хобби. Мы еды можем купить в магазине, а рыба должна у нас расти. Будете снимать? Да. Да, мы в курсе. Подписывал пептицию, конечно. Да? Да, конечно. Видел в рыболовных магазинах, а у многих висели. То есть пептицию обязательно. Конечно, это нужно делать. Это сейчас вода на два метра поднята, а она опустится, и здесь ничего не будет. Таких заводить Днепра в городе ещё 5-6. И везде, по мнению рыбаков, если ими не заниматься, жди беды. Те затоки, которые сейчас ещё в более-менее нормальном состоянии, это Фатинская и Техноприборовская, где входа достаточно широкие, и на первый взгляд с ними всё в порядке, то стоит подъехать туда летом и оценить уровень воды, то там очень мелко. То есть пройдёт ещё 3-4-5 лет максимум, и там будет то же самое, что и здесь. То есть рыбе будет с каждым годом всё сложнее и сложнее заходить сюда. Инициатива рыбаков, как оказалось, поддержана. Проводником очистки заток Днепра станет областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Инициировать этот вопрос, согласно законодательства, должны в областном комитете по сельскому хозяйству. Нами направлено письмо в комитет по сельскому хозяйству, чтобы они инициировали этот вопрос. Мы видим здесь два способа. Либо это будут дноуглубительные работы, как обслуживание внутренних водных путей, либо это будет строительный проект. Ну и со своей стороны постараемся проследить, чтобы это начатое дело было доведено до логического конца. 15 лет назад, кстати, неравнодушных любителей рыбной ловли тоже услышали. Тогда сообщество рыбаков Могилёва выступило за полный запрет вылова во время нереста судака. И он был введён с 15 апреля. Теперь очень рассчитывают, что и затоки Днепра Могилёва тоже будут приведены в порядок.